Джаггид Эдж Продакшнс Неприятно смотреть в зеркало. Представляешь себя одним, а оказываешься другим. Нелегко. Прости, что не прощаюсь с тобой. Просто я хочу, чтобы ты помнила меня прежним. Может, это сработает, и прощание не понадобится. Люблю тебя, Селин. Помни, закрывая дверь в один мир, мы открываем дверь в другой. И неизвестно, какой мир лучше. Прими подношение. 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 Мы берем и даем обоим этим мирам, потупив взоры перед всеми богами. Открыто. Возьми меня! Возьми! В главных ролях Сайен Олтман, Луис Джеймс, Сара Александра Маркс, Джуди Черник, Джордж Неттлтон и Ричард Харфст. Композитор Майк Элловей, оператор Джек Питер Манди. Продюсеры Скотт Джеффри и Рис Уотерфилд. Автор сценария и режиссер Мэтью Би Си. Подношение. Прости, что не прощаюсь с тобой. Просто я хочу, чтобы ты помнил о меня прежнем. Может, это сработает, и прощание не понадобится. Эй! Готово? Я поеду без тебя, если хочешь. Я подумал, что, может быть, тебе и не нужно видеть все эти вещи. Не надо скрывать. Он много для тебя значил. Да. Но все хорошо. Честно говоря, я хочу навсегда забыть об этом месте и двигаться дальше. Спасибо, что поедешь. Мне будет легче. Как скажешь. Не хочу на тебя давить. Понимаешь, мне... Мне сейчас нужно как-то прийти в себя. Поэтому вы ведите себя нормально. Ладно? Просто... Это ведь мой новый образ. Новое чувство. Он сказал... Что не хотел бы видеть меня такой. Он знал, что болен? Я... Хотела, чтобы он пришел. Может, я бы помогла. Это они. Я открою. Никки? Эй! Рич! Как ты, старик? Хорошо. А она? Нормально. Хорошо. Ладно. Кто это? Эйприл. Ты на нее запал? О, да. На кого? Ну что ж, если вы, девочки, закончили... После вас, миледи. После вас, миледи. Мерзость. Да, они такие. Тебе все равно? Так. Едем. Тебе нравится? Ты псих. Вы двое детей в машине. Ладно. Как-никак здесь дамы. Да, Эйприл? Правда? Дамы? Да. Перестань. Ладно. Но чем. ПОЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИСЬТ Horn Субтитры сделал DimaTorzok Но пока бояться нечего Может, позвонить? Нет, не глупи Я здешний привратник Твой отец не пустил бы сюда посторонних, я думаю Но ты бы тоже не пустил Субтитры сделал DimaTorzok Я была маленькой, когда отец его купил Он хотел, чтобы я тоже участвовала в поисках И я сразу же выбрала это Это неудивительно Здесь было кладбище Эй! Ладно, я пойду посмотрю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Это мёртвый кролик Наверное, его сюда принёс какой-нибудь кот Я очень люблю пироги с кроличьим мясом Надеюсь, ты его не боишься, Селин? Нет, нет Это... Мертвичина, верно? Ну, знаешь, рано или поздно мы все там будем Твой отец знал, что это значит Видел полную картину А мне надо с этим бороться Всё в своё время, дорогая Я скучала Господи Да Коты решили нас немного подкормить Как мило О, простите меня Это мой друг Рич Рич – это Эда Она была моей... Была экономкой моего отца Даже не зная, сколько лет 34 года Солидный срок Вся жизнь пролетела, как один день Вы проголодались? Идём Как вы справляетесь? Это кошмар Охотно с вами соглашусь, юноша Ваши комнаты там Рич Секунду Мы сейчас придём Мне Нужно время Я была здесь счастлива Я принесла Питер Лейтон Я не могу забыть Ему здесь нравилось Да Я отойду на минутку Я скоро приду Я отойду на минутку Я дерусь Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Паника в раю? Да, вроде того. Не знаю, старик. Она классная. Но временами бывает капризной. Я хочу ее просто потрогать. А она делает вид, что ей противно. Ладно, что у тебя с Селин? Все серьезно? Да. Верно. Ты ведь ходил с отцом на охоту? Да, иногда. Да. Посмотри на это. Ты ссунул ей труп кролика в багаж? Рехнулся? Я нашел его здесь. И не только этого. Там их полно. Видишь раны? Похожи на ножевые. Боже. Это неспроста. Я не видел здесь котов. Будь так добр. Съезда потом к девчонкам. Я боюсь, Селин придет в ярость, когда узнает, что какой-то психопат убивает кроликов. Это перебор. Знаешь, в свое время я видел мертвых куриц, и думаю, что тут поработала лисица. Смотри. Раны неровные. Так что расслабься, понял? Брось. Пью. Выпьем. Давай. Кое-кто верит, что наш мир лишь один из множества земных миров. А древние боги, истинные создатели всей вселенной, обитают в другом параллельном мире. Легенда гласит, что они по-прежнему обладают огромной силой и ждут удобного случая, чтобы пройти через свой портал в нашу реальность. Чепуха, конечно. Но вообще-то довольно интересно. Они убрали себя из пищевой цепочки, а потом вдруг взяли и просочились сюда. И бах! Ну, ты поняла. Сначала кажется, что они не нужны, и их здесь никто не примет. Но потом кое-кто обязательно прогнется под них и начнет получать от этого странное удовольствие. Тебе не надо бояться, Эйприл. Любая боль, любые страдания не будут ничего значить. Простите. КАНАЛИЧЕСКАЯ СМЕР КАНАЛИЧЕСКАЯ СМЕР Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Рич? 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 что ты здесь. Ну что ж, к вашим услугам, госпожа. Это Эйприл? Ну, Эйприл, это Эйприл. А как у тебя с нашим Ричи? В смысле? Ну, вы вроде хорошая пара, ты с ним счастлива? Счастлива. Ну? Мне с ним комфортно. Вот как. Мы друзья? Ник. Если что-нибудь случится... Эйприл. Селин? Я хотела убедиться, что с тобой всё в порядке. Да. Мне хорошо. Спасибо. Может, надо кому-нибудь позвонить? Нет, всё хорошо. Правда? Я претерпелась. 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 Прости, я зря спросила. Да нет. Ничего. Я бы тоже волновалась. В юности я попала в аварию. Сильно повредила предплечье. Так что... Боль перенесу. Хотя и с трудом. А Ник знает? Господи, нет. Я пыталась рассказать другим, но на меня... смотрели как на помешанную. Что ж... Остался шрам. И всё. Прости. Я тебя выслушаю, если ты захочешь. Спасибо. У вас всё хорошо? В смысле, с Ником. Что? Что он сказал? Он к тебе подкатывал? Господи, Боже. Эйприл. Надо что-то сделать. Не встревай. Боже. Что это с ним? Что я пропустил? Наверное, нам надо собрать наши манатки и валить отсюда. Как думаешь, когда ты сможешь всё это продать? Не знаю. Это непросто, поэтому начинать надо сейчас. Что-то не так? Нет. Не знаю. Просто... сейчас говорить о продаже... тут вещи отца. и мои. Знаю. Но подумать надо. Расходы, Эдда, садовники. Мы не можем себе это позволить. Да. Пойми меня правильно. Место прекрасное. Но мы с трудом тянем нашу двушку. Куда нам везти усадьбу? Ну, переедешь ты. Чувства от этого, разумеется, не угаснут. Он всегда будет тебе дорог. Я знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Рич. 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 Селин? Селин? Рич. 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 Нет! Не спится? Понятно, учитывая всё это. Вы видели Ника? Кажется, я видела его там. Нет. Никто отсюда не выходил. Я недавно поливала цветы, так что, возможно, ты видела меня. Легко обмануться, увидев тень. Я видела твоего парня, но это было то ли час, то ли два назад. Нет. Нет, я знаю, что видела. Правда? Ну, значит, у тебя хорошее зрение. Горяя. Каждый переживает индивидуально, на свой лад, милая деточка. Так что я не могу утверждать, что ты ошибаешься, но тем не менее, я должна тебе сказать, что я своими глазами прекрасно видела, как Ник ушёл отсюда уже больше часа назад. Что ж, прости. Не о чем переживать, дорогая. Ты должна это осознать и радоваться, что я рядом с тобой, как был твой отец. Он сказал, отправил сообщение, не хотел, чтобы я видела его таким. Он был болен? Твой отец, скажем прямо, плохо соображал перед смертью, Селин. Да, у него был рак. Рак желудка. Но я могу тебя уверить, что он умер в здравом рассудке, ради того, во что верил. Янус, я нашла в комнате книгу. Прочла её? Янус. Мы с твоим отцом твёрдо верили, что есть другой мир, параллельный нашему, иной мир. Янус – хранитель этого мира. Он превращает боль в блаженство. Тиранию превращает в свободу. Он принимает и понимает всё. Твоего отца, любого парня-наркомана, даже Ника. Ник? О, да. Вещества расширяют сознание и разрушают многие границы. Процесс циклический. Понятно, хотя это и очень плохо. Янус может всё это легко снять, если только ты рискнёшь открыть дверь между двумя мирами. Понимаешь, Питер не умер. Он просто перешёл в другое измерение. Вот кофе. Как мило. Спасибо. Я скучала. Во сне? Да, чувствовала слабость. Не надо шутить. Уже почти час. Чёрт. Правда? Прости, я знаю, ты хотел уехать. Спокойно. Всё хорошо. Я уже привёл в порядок три комнаты. Ты просто прелесть. Знаю. Надеюсь, Ник тебе помогает? Что? Ник свалил. Написал, что разругался с Эйприл и уезжает. Оставил машину. Я её отгоню. А Эйприл ещё здесь? Где? Она тоже хочет уехать. А что? В чём дело? Селин? Ты не хочешь попрощаться? Прости. Впрочем, не хочу тебя обижать. Рич сказал? Да. Слушай, Эйприл, а ты не знаешь, куда поехал Ник? Домой? Наверное. В задницу. Зря я с ним мутила. Да, но ведь... Ты видела его прошлой ночью? А Эда говорит, что этого не было. Не надо беспокоиться о Нике, ладно? Без него лучше. А вдруг он в беде? Я чувствую, что здесь что-то не так. Так, Селин. Это не моё дело. Ты ей многое вынесла. Рич говорил, что ты очень любила отца. И на тебя повлияла его смерть. Как именно повлияла? Нам с тобой незачем ссориться. Просто я всё... Поняла. Милый дом. Правда. Спасибо тебе. Желаю тебе удачи. Позвони. Поболтаем. Ладно. Позвони. Продолжение следует... 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 Но, может... Что? Ничего. Пустяки. Думаешь, у них был роман? Нет, не может быть. Эдда была замужем 40 лет. А у отца, кроме мамы, никого не было. Возможно. Ты знаешь свою семью. Он любил маму. Очень любил. И не смог жить дальше. Одну секунду. Что там осталось? Ну, немного. Не знаю. Селин, тебе не надо притворяться сильной. Все, что произошло... А что произошло? Отец покончил с собой. А твои родные? Нет. Тогда как тебе это понять? Я видела Ника. Видела той ночью, и он тогда был весь в крови. Рич. Его тащили в лес, и с тех пор все говорят, что я не могла этого видеть. Но... Ты тоже мне не веришь. Никто не говорит, что ты врешь. Посмотри. Не может быть. Тебя никто не винит. И потом... Не важно, что было с домом или с Эддой... Тебя это не должно волновать. И все же волнует. Тебе нужен отдых. Ты перегорела. Ничего я не перегорела, Рич. Я в норме. Понял? Слушай, Селин... Перестань. Я вовсе не стерва-психопатка. Я знаю, что именно я видела. Разумеется. Зачем ты вообще поехал, а? Ты знал, что так будет. Слушай, может... Мне закончить все это. Я могу уехать. Селин. Плохо, когда тебя считают дурой. Особенно, если это твой парень. Черт. Плохо, когда тебя ждут. Субтитры создавал DimaTorzok Селин Папа, ты жив? Как видишь? Ну как? Слушай, в книге описан способ возврата. Вернуть меня должна ты. Я перевела текст, но ничего не помню. Все хорошо. Повторяй за мной. Происходит обмен между двумя мирами. Происходит обмен между двумя мирами. Смиренно взираем мы... Смиренно взираем мы на старых богов и новых. Хорошо. Селин. Дай руку. Я ждал этого. Жаль, что не удалось попрощаться. Чай? Знаешь, мне трудно объяснить, что значит это место. Садись, дорогая. Я все накрою. Не волнуйся. Давай. Это... Я не понимаю. Не надо понимать. Это надо просто принять. Принять? Весь этот мир сложнее, чем мы думаем. Он разделен. Две части – это целое. Но нам доступна лишь половина. Я следил за тобой. Ты смогла пережить смерть матери и мою... Мою смерть. А как это было? Ты покончил с собой? Я уже сказал тебе, что этот мир сложнее, чем мы думаем. Я покинул свое бренное тело. Я был болен, Селин. Город стал мне противен. Но был другой путь. Янос. Я не знаю. Он – посредник между мирами. И он дал мне новую жизнь. Мне пришлось отдать свое тело, чтобы жить здесь с моей Лизой. Дом тоже пришлось отдать, папа? Это место дает Яносу возможность проходить из мира в мир. Ну, почти. Но ты справилась без меня. Да. Но тебя поглотило горе, и ты стала одержимой. Рич был прав. Рич? Но он ведь... Зачем так говорить? Я любила тебя. И люблю. Ты хотела оживить мертвеца. Нет. Пришла сюда. Я... Однако я это предвидел. Нет. Нет. Я отдал свое тело, и он прекрасно понял мои мотивы. Я жаждал избавиться от изношенной оболочки. Хотел избавиться от плоти. Но он... хотел чистоты и чудесной простоты. Хотел тебя. Его мир и его дети оказались в тюрьме. Им была нужна свобода. Тихо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Испугался? Нет, но... Бежать собрался. Какой позор. Я понял, что тебе нужна Селин. Промахнулся. Нужен ты, чтобы понять жертву Питера. Это очень важно. Это памятник ему. Хочешь что-то сказать? Селин не хотела меня впутывать. Семейный бизнес. Питер был великим человеком. Он хорошо понимал, как хрупок наш мир и что в нем нужно исправить. И потому решил отобрать дом у Селин? Она его дочь. Дом принадлежит ей. Откуда тебе знать, чего именно хотел Питер? Он даже не знал о твоем существовании. Селин, я спросил Эдду о доме. Что это с ней? Плевать мне на этот дом. И тебе тоже. Это слишком тяжело в плане эмоций. Но это важно. Наша жизнь теперь распадается на две части. До этого дня. И после. Боже, Селин. Сейчас ты должен склониться предо мной. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Она страдает. Скоро, дорогая. Скоро, дорогая. Подтупив взоры перед всеми богами, смиренно взираем мы на старых богов и новых. Давайте дадим нашим подопытным кроликам передышку. У меня теперь две ипостаси. Первая сейчас перед вами, а вторую вы увидите ночью. Вы станете подношением для многих моих детей, старых богов и новых. Ах... Ах... Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Дети Януса, примите наше подношение. Девушки отдыхают. 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 Ричард, давай валить отсюда. Где это зеркало? Что это? Эйприл, не смотри. Убери от меня эту мерзость. Она меня тащит. Держись. Она меня тащит. Ричард, Ричард. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...